Беларусь-2 В Светлогорске состоялось выездное заседание Республиканского межведомственного совета по профилактике пьянства и наркомании. В Гомеле определили нового обладателя Кубка Беларуси по пожарно-спасательному спорту. В Гомеле прошли мероприятия, приуроченные ко дню таможенника. По сложившейся традиции торжественному собранию предшествует церемония принятия присяги молодыми сотрудниками. Служить им предстоит в лучшей на сегодняшний день таможне нашей страны. Напомним, по итогам работы за прошлый год коллектив Гомельской таможни занял почетное первое место. Непосредственно принесению торжественной клятвы предшествовали вынос флага таможни и слова поздравления от руководства. В шеренге 18 молодых специалистов, 13 девушек и 5 парней. Это самое лучшее. Чтобы попасть на службу им пришлось пройти довольно жесткий отбор. Свои все усилия направляем на то, чтобы молодежь пришла к нам достойная, профессионально грамотная, инициативная, дисциплинированная. Поэтому мы подбором кадров занимаемся, начиная с начала учебного года, пятикурсников, и практически в течение года. За нами Радима. Именно этот лозунг нанесен на флаг Государственного таможенного комитета. И молодое пополнение хорошо понимает, что от их работы во многом будет зависеть экономическая безопасность Беларуси. А потому присяга на верность Родине для них не пустые слова. Я считаю, что каждый человек для себя лично через сердце проносит эти слова присяги. И мы клянемся и обещаем служить нашей республике и нанести наш служебный долг. На сегодняшний день белорусская таможня по основным параметрам вышла на уровень лучших мировых стандартов. Это результат кропотливой работы и самосовершенствования. Вчерашним студентам, большинство из которых выпускники специальности таможенной отдела Белгута, чтобы стать настоящими профессионалами, еще многому придется научиться. Когда приходит к нам молодежь, мы прямо и говорим, что с окончанием вуза ваша учеба не завершилась. Ваша учеба будет продолжаться всю жизнь. И мы действительно, должностные лица таможни, на протяжении всей своей службы сидят за партами в учебном классе и учатся, так же, как и молодые сотрудники. Первые смены гомельских таможенников заступили на участок границы с Россией и Украиной 1 июля 1993 года. За прошедшее время таможенные органы стали одним из самых эффективных механизмов государственного регулирования внешней торговли. Сегодня в числе приоритетов повышение транзитной привлекательности страны, борьба с трансграничной преступностью и создание благоприятных условий для успешного международного экономического сотрудничества. Свой высокий профессионализм гомельские таможенники подтверждают в ходе работы в рамках Евразийского экономического союза. По итогам прошлого года таможня признана лучшей в Беларуси. В этом году также находится в числе лидеров. Во время торжественного собрания лучшие сотрудники получили нагрудные знаки Государственного таможенного комитета за отзнаку, а также почетные грамоты и благодарности. По состоянию на сегодняшний день порядка более 11 триллионов белорусских рублей перечислено в республиканский бюджет. Выявлено более 2000 административных правонарушений. При этом отдельно следует обратить внимание на ситуацию, что выявлено 24 уголовных дела, которые подлежат Уголовному кодексу Республики Беларусь. При этом из 24 12 это преступления, связанные с перемещением наркотических средств. Хочу поздравить ветеранов Гомельской таможни, сотрудников, членов их семей с наступающим профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, благополучия, успехов в работе, карьерного роста. Всех благ, всего самого хорошего. Свой профессиональный праздник отметили в минувшее воскресенье также работники лесного хозяйства. В Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении грамоты министерства вручены лучшим сотрудникам аппарата управления. Лесохозяйственное объединение Гомельщины – это 21 районный лесхоз, более 7 тысяч сотрудников и 2 миллиона гектаров площади. По производственным показателям оно работает в соответствии с государственной программой. Накануне Дня работников леса в Минске прошло торжественное собрание, на котором собрались делегации всех территориальных органов лесного хозяйства Беларуси. По дворце республики были отмечены лучшие ПЛХО, в том числе Гомельское. Особенно было отмечено, что несмотря на высокий уровень угрозы пожаров в лесах этим летом, гомельские специалисты смогли сохранить ситуацию под контролем. Вы видите, какой год этот засушливый и очень серьезная обстановка в пожарном плане в Гомельской области была и остается сейчас на сегодня, к сожалению. Поэтому министр принял решение, еще 26 человек мы наградили благодарностями и грамотами Министерства лесного хозяйства. В Беларуси планируется создать сеть медицинских учреждений по реабилитации людей, употребляющих психоактивные вещества. Такая информация была озвучена во время проведения в Светлогорске выездного заседания Республиканского межведомственного совета по профилактике пьянства и наркомании. Согласно официальным данным, сейчас в Беларуси на диспансерном учете состоит около 170 тысяч человек, страдающих алкоголизмом. Но если учитывать всех граждан с так называемым рискованным поведением, эту цифру можно увеличить примерно в 5 раз. Проблема приобретает поистине государственный масштаб. Алкоголизм – болезнь многофакторная. В ней развиваются и биохимические, и нейрофизиологические, и психологические изменения. Нарушаются биохимические процессы. Алкоголь включается в обмен веществ, что вызывает изменения психики. Причем специалисты особо подчеркивают – это именно болезнь, и относиться к ней необходимо соответственно. Ни запрет, ни тем более репрессивные меры ситуацию не улучшат. Вместе с тем, сегодня приходится констатировать – для организации действительно эффективного лечения необходимо еще многое предпринять. Начинать стоит от подготовки кадров соответствующей квалификации, ведь далеко не каждый медик или социальный работник способны помогать зависимым. Необходимо открытие центров реабилитации, которые будут работать в тесном взаимодействии с общественными организациями и волонтерами из числа бывших алкоголиков и наркоманов. Кстати, в дополнение к существующим сейчас принудительной и добровольной формам лечения, специалисты предлагают ввести еще одну – альтернативную. Это когда вместо привлечения к административной ответственности человеку могут предложить пройти спецкурс. Должны быть отделения реабилитации, сейчас повторяю, в 100-тысячниках и в 75-тысячниках. Крупные центры мы выберем с каждым индивидуально, и мы должны, если общественная организация нет, сделать все то, чтобы эти общественные организации появились, с волонтерами, социальными работниками и так далее и тому подобное. Как ожидается, все конструктивные предложения будут учтены в окончательном варианте концепции социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Вообще, работу планируется вести одновременно по нескольким направлениям – от улучшения качества алкогольной продукции до укрепления дисциплины на предприятиях. Кстати, сейчас 16% уволенных теряют работу именно по причине пребывания на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Правда, для тех, кто решил начать новую жизнь, разработчики концепции предусматривают обязательное трудоустройство. В условиях проведения модернизации предприятий и внедрения современных технологий увеличивается спрос на высококвалифицированных специалистов. Но и для бывших зависимых рабочие места тоже должны найтись. В любом случае, ведь сегодня это не только высокотехнологичные предприятия, где может работать этот человек, это есть и другие организации, где надо предусмотреть места для их трудоустройства. А если говорить о тех людях, которые имеют зависимость, ведь это не всегда люди, которые не имеют квалификации, это достаточно людей, которые имеют и высшее образование. В Гомеле определён новый обладатель Кубка Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Победитель определился после двухдневных соревнований, которые прошли на базе лицея при Гомельском инженерном институте в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Подробности из состязаний знают наши корреспонденты. Меньше месяца назад здесь проходили соревнования по пожарно-спасательному спорту между командами Гомельской, Брянской и Черниговской областей. И вот теперь сюда снова приезжают сильнейшие спортсмены. В течение двух дней на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС своё мастерство демонстрировали претенденты на Кубок Беларуси. Соревнования такого уровня здесь принимают не впервые, а потому и организация соответствующая. В 2009 году вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. И они предложили, и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарному спасательному спорту в лицей. В судейском протоколе 9 команд от каждой области и города Минска, а также столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного института в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Лучших определяют по итогам двух видов соревнований. Это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице. Результаты очень разные. Кто-то и к первому разряду не приближается, кто-то буквально в одном шаге от мирового рекорда. Вообще сегодня сборная Беларуси – один из лидеров в мировом пожарно-спасательном спорте. Кубок Беларуси для ведущих отечественных спортсменов – один из этапов подготовки к соревнованиям более высокого уровня. Гомельчанин Владимир Стрельченя завершает подъём по штурмовой лестнице с результатом 13,09. До мирового рекорда не хватает 1,3 секунды. Но на этом кубке лучший результат. Все элементы очень техничные и достаточно сложные. Не подготовленный спортсмен не выполнит все элементы так нужно и не покажет высокие секунды, потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. Соревнования на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-спасательному спорту завершены. Почётный приз у команды Гродненской области. Гомельчане на этот раз только пятые. Сегодня общественность отмечает Международный День Мира. Мы желаем мира и добра вашим семьям. Оставайтесь с нами и следите за событиями жизни региона вместе с корреспондентами телерадиокомпании Гомель. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова